Пятую золотую медаль в копилку сборной принёс Александр Кошкин, его номер 328. Интересно складывался финальный бой Кошкина с Перуновичем, боксёром из Югославии. В первом раунде, пожалуй, чуть быстрее в своих действиях всё-таки был Югослав. На атаке Кошкина он успевал наносить встречные удары. Перунович, финалист второго чемпионата мира, чемпион Европы 1979 года, физически сильный и опытный боксёр. Боевой стаж Кошкина не так велик, и можно сказать, что боксёр ищет себя на ринге. Александр Москвич, ему 21 год, провёл на ринге 181 бой, в 152 боях победил. Он чемпион 7-й спартакиады народов Советского Союза, серебряный призёр Олимпиады в Москве. Его постоянно тренирует заслуженный тренер СССР Борис Греков. На Олимпийских играх в Москве Кошкин и Перунович не встретились между собой. Перунович неожиданно проиграл малоизвестному английскому боксёру Уилл Шая в первом же бою. А Кошкин нокаутировал англичанина и только в финале уступил победу по очкам купинцу Армандо Мартинесу. Перунович запомнился главным образом своим финальным боем Кёльнского чемпионата Европы с Виктором Савченко. Югослав мужественно сражался все три раунда, и судьи, хоть и с разногласиями, присудили ему победу. За два года югославский боксёр повысил своё мастерство. На пути к финалу он победил греческого спортсмена Илеадиса, ввиду явного преимущества выиграл у поляка Качмарика и Бенгра Имре Немеди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оба боксёра примерно одинаковой манеры ведут бой корректно, без нарушений правил. В арсенале Кошкин имеется грозное оружие, удар правый, который таит в себе большую опасность для соперника. Но для того, чтобы успешно реализовать этот удар, необходимо провести большую подготовительную работу. Во втором раунде Кошкин несколько изменил тактику. Видимо, и секунданты внесли верные коррективы в ход поединка. Отказавшись от прямолинейных атак, он стал маневрировать и действовать с выбором более разнообразным. Бой идёт в свернем темпе. Каждый боксёр на чеку и внимательно следит за соперником. Александр Кошкин один из немногих боксёров сборной команды Советского Союза, кто в расчёте на сильный и нокаутирующий удар придерживается активно наступательной тактики. В действиях Кошкина ещё нет той завершённости, убедительности. Однако его уже можно ставить в один ряд с такими выдающимися боксёрами активно наступательной манеры, как Станислав Степашкин, Валерий Попенченко, Виктор Савченко. От боксёра-накуутёра требуется большая смелость, выдержка, самобладание и точный расчёт времени и дистанции для того, чтобы не упустить момент нанесения решительного удара. Александр Кошкин не нокаутировал Перуновича. Однако он всё-таки сумел во втором раунде нанести мощный удар снизу правой с переводом на голову. Вот этот удар. Сильнейшими ударами в технике бокса считаются прямой удар правой в голову, боковой удар левой в голову и удар снизу левой в туловище. Имея в своём арсенале хотя бы один из перечисленных ударов, можно рассчитывать на достаточно большой успех. Такие случаи имеются в боксе. Достаточно вспомнить Токийскую Олимпиаду 1964 года, когда звание чемпиона в тяжёлом весе добился американский боксёр Джо Фрезер, обладая по существу лишь хорошо поставленным, доведённым до совершенства боковым ударом левой в голову. На пути к золотой медали он всех своих соперников сокрушал нокаутами или выигрывал в беду явного преимущества. В перерыве перед заключительным раундом, это хорошо было видно и телезрителям, и тем, кто сидел недалеко от ринга в зале Яахалли, где проходил чемпионат континента, югославский боксёр показывал своим секундантам на область левого подреберья и говорил им о том, что полученный удар доставляет ему беспокойство. В третьем раунде Перунович заметно стал склоняться к защитному варианту и инициатива целиком перешла в руки Александра Кошкина. Лишь потом стало известно, что действительно от удара в туловище, пропущенного во втором раунде, Перунович так и не оправился до конца боя. Говоря о значительном превосходстве советских боксёров на европейском ринге, нельзя забывать о том, что на олимпийском и мировом рингах нас ждёт более жёсткая конкуренция спортсменов Азии, Африки, Соединённых Штатов Америки, Кубы. Успех американских и кубинских боксёров в последнее время создал у многих специалистов твёрдое мнение о том, что только жёсткая силовая манера ведения боя может привести к успеху на Олимпиадах и что всем боксёрам следует обладевать лишь этим тактическим стилем. Другие, наоборот, ссылаясь на прежние успехи советских мастеров кожаные перчатки, полагают, что лишь с помощью тактики обыгрывания можно достичь олимпийских высот. Всё дело в том, что чемпионами мира и олимпийских игр становятся представители различных стилей. Современный бокс — это сплав разносторонней подготовленности, большое разнообразие и яркость индивидуальных манер спортсменов. При подготовке к крупным международным турнирам необходимо бережно относиться к индивидуальному стилю каждого боксёра, его тактической манере ведения боя, подбирать тренировочные упражнения с учётом индивидуальных особенностей. Большое внимание следует обращать на совершенствование боевого тактического мышления, умение вести бой с раздлительными по стилю соперниками, строить правильный план боя, а в случае необходимости своевременно менять этот план, перестраиваться. Продолжение следует... Продолжение следует... В финальном бою с Перуновичем Александр Кошкин предстал перед нами в новом качестве. Он провёл бой как зрелый мастер и по праву добился звания чемпиона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...